Стратегически важнейшие дороги, все высоты перешли под контролем, все стратегически важнейшие высоки, все стратегически важнейшие артерии. Под эти высоки дороги проходят там и дороги. которые снабжают другие воинские части, позиции передовой вооружённости республики Армении, другие города, я сейчас не буду углубляться, но города, это стратегически важнейшие артерии снабжения, города, сёла, посёлки снабжают через эти дороги. И всё это уже под контролем надземважённости. Ситуация, мягко говоря, не вызывает оптимизма, но у нас время эфира подходит к концу, и я вот о чём ещё хотела бы тебя спросить. До конца года собираются подписать мирный договор между Арменией и Азербайджаном. Каким видится тебе статус Арцаха? У него даже автономии не будет в составе Азербайджана или вот как? Я, в принципе, я всегда говорю то, что есть, несмотря на то, что очень мне нравится. Полтора-два года назад я всё равно с вами, ну, полтора, в прошлом где-то, по-моему, я всё равно... И по многочисленным просьбам, у меня очень сильно люди на улицах встречали, просили, и в комментариях, и в личном сообщении, делать видео о дальнейшем тебе Карабаха. Я делал видео о дальнейшем тебе... Карабах, я честно сказал, то, что будет сегодня. То, что я сказал, один в один. Смешилось. Сейчас тоже, честно скажу, про Нагорный Карабаха, не потому, что я предатель, не потому, что я плохой, не потому, что я этого хочу. Этого никто не хочет в Армении, конечно. Не потому, что я злорадствую. А я просто обязан, честно сказать, чтобы артурнизмом не заниматься. Вы же не будете меня уважать за то, что если я буду называться артурнизмом. Если буду вторым артурном, вы меня будете уважать? Нет. С Нагором, Карабахом уже все. Азербайджанская республика возьмут все остальные части и все. Как эти люди будут там находиться? Эти люди просто, как до этого, так сказать, переходили к Карабаху и приезжали в республику Армения, так и все. Переселятся? Переселятся в республику Армения. Кто-то сажет свой дом, кто-то оставит свой дом. Все. А миротворцы, они там, по крайней мере, до 25-го года дальше? Смотрите, максимум они могут там быть от 25-го года. Хотя я думаю, что исходя из того, что сейчас Российской Федерации творится, исходя из того, что Азербайджанская Сюргинга в момент односторонне может это поставить конец. На это не рассчитывайте. Миротворцы, во-первых, там не вечные, а вторых, мало что там решают. Там, просто честно говорю, дело кончится тем, что ну все уже с Карабаха. Когда я кричал, что тело доходит до этого, раньше меня нужно было слушать, а не оскорблять и называть там... Я этого говорил, что Армения не готова к войне, что балансил нарушен. Во всей Армении был один человек, который балансил нарушен, азербайджанская спинка выиграет войну. Это был я. А я говорил не потому, что я был плохим. С 2018 года я, с ноября, я по всей Армении кричал, балансил, нарушен, нарушен, нарушен. Я говорил не потому, что я был плохим человеком, я хотел сидеть в панику. Я говорил, потому что я знал, что дело дойти до этого, если что-то не изменится. Ничего не изменилось, никто ничего тогда не сделал. И поэтому сейчас уже поздно. Что посеешь, что и пожнешь. Все, сейчас уже, так сказать, республика Армения поведет, если республика Армении удастся, так сказать, каким-то образом, каким-то чудом добиться того, чтобы азербайджанские военнослужащие покинят те территории, которые имеют территорию республики Армении. Это будет уже для Армении. Сегодня Армения может выбрать из худшего, ну, плохого. Между плохим и худшим. Между плохим не просто худшим, а наихудшим. Поэтому просто худшее, это уже сегодня хорошее для Армении. Поэтому Армения сейчас максимум все, что может ожидать, это то, что азербайджанские военнослужащие просто покинута суверенной землей Армении. Все. Азербайджанские военнослужащие. Азербайджанские военнослужащие. Продолжение следует...